Музыка Известный меценат, общественный деятель и предприниматель Ливон Айропетян остается под арестом. Такое решение принял Московский городской суд 15 августа. Судебные слушания начались еще за два дня до вынесения вердикта. Сам Ливон Гургенович принимал участие в заседаниях суда и СИЗО с помощью видеосвязи. Ливончик по-русски не нужен, для меня он родной язык и армянский не нужен. Поддержать Айропетяна пришли более ста человек. Руководители общественных организаций, представители культуры и духовенства. Лично глава Ново-Нахичеванской и Российской епархии, Армянской апостольской церкви, архиепископ Езрас Нерсисян пришел в суд поручиться за Айропетяна. Также за него вступились академик Абель Агамбекян, художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров, художественный руководитель театра «Сатиры» Александр Ширвиндт. Нарушены какие-то гуманитарные правила, и это создает какую-то великую печаль, такую государственному масштабу, я бы сказал. Вот я знаю Ливон Гургеновича лет 20, он для меня всегда был воплощением честности, искренности. Пашкир, нефть, это для нас это что-то такое совершенно фельдкина грамота. Сейчас ощущение какой-то брезгливости к тому, что происходит. Защита Ливона Айропетяна требует освободить его, так как здоровье 65-летнего человека не позволяет находиться в СИЗО. У него ряд заболеваний, два перенесенных инсульта. Многочисленные награды и благодарственные грамоты доказывают, что Ливон Айропетян не тот человек, который будет скрываться от следствия. В случае необходимости они поручаются и готовы подтвердить, что Ливон Айропетян по вызову следствия будет являться соответствующим направлением следственных действий. Здоровье Айропетяна сразу дало о себе знать. Он успел лишь сказать, что просит поменять следователя, который относится к своему делу предвзято, фактически превратив следствие в торг. Ему стало плохо, и он попросил вызвать врача, которого пришлось ждать бесконечно долго. Все собравшиеся в зале суда были свидетелями, как Ливон Гургенович страдает, а скорая помощь не доходит до него. За 20, 30 или 40 минут, как говорят некоторые, я не засекал время, могла скорая доехать с одного конца города до другого. В то же время в нашем государстве это страшный анекдот. Если вы заказываете пиццу и одновременно скорую, пицца приезжает раньше. Айропетян попросил продолжить заседание без него, однако суд предпочел отложить дело до пятницы. В пятницу картина повторилась. Полный зал Айропетяну снова плохо, но суд решил, что он должен участвовать с помощью видеосвязи. Хотя Айропетян выразил полное доверие адвокатам. То, что находится в тюрьме глубоко больной человек с повышенным риском расстаться своей душой с нами, то это может быть расценено фактически только как омерзительное действие, где жизнь человека ничего не стоит. Кроме перечисленных доводов, которые обязывают поменять меру пресечения, адвокат Генри Резник также доказал, что инкриминируемая Айропетяну статья носит экономический характер, что не подразумевает заключение под стражу. Также, по словам адвоката, все обвинение строится на сомнительных показаниях одного человека, который отбывает пожизненное наказание. Следовательно, к его словам нужно отнестись скептически. Это вопиющий беззаконник. Он заключен под стражу Айропетяну по статье, которая исключает в принципе применение меры пресечения. Вот для того, чтобы отменить вот это постановление и выпустить Айропетяна, не надо даже было внедряться в вопросы его здоровья. Вот представьте себе. Потому что редкая возможность для адвоката была изобличать в беззаконе органы следствия, оперируя их же доказательствами, которые были представлены в суд первой инстанции. Поверьте, это бывает крайне редко. Суд предпочел учесть доводы обвинительной стороны, которые утверждают, что выйдя на свободу, Айропетям будет оказывать давление на них, а также сможет скрываться за рубежом, где у него есть недвижимость. Все обратные утверждения про учительство уважаемых представителей общества суд не принял во внимание. На срок до 15 сентября 2014 года оставить без изменения апелляционные жалобы без удовлетворения. Постановление может быть от жалобы судно-сессионной инстанции в течение одного года с момента вступления в законную силу, то есть с момента оглашения. Мне кажется, что у судей уже был готов в среду то, что вот он сегодня огласил, что оставить меру пресечения так, как он оставил. Это уже было готово. Он просто пошел, выкал чашку воды и вышел, и сказал. Таким образом, Ливон Айропетян остается под стражей минимум еще месяц. Такое решение суда адвокаты называют вопиющим нарушением законов. Я питал надежду на то, что суд просто не пойдет против абсолютно определенной нормы. Абсолютно определенная норма вообще не нуждается в толковании. Вообще-то расправа. И я могу объяснить нахождение Ливона Айропетяна по-прежнему в следственном изоляторе только тем, что по этому делу поступил очень мощный заказ. Следует отметить оптимизм Ливона Айропетяна. Хоть он и говорил, что может не дожить до следующего заседания, но выразил уверенность, что выйдет на свободу и будет судиться с теми, кто должен защищать законы. А на деле грубо их нарушает, выполняя заказ против него. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова